Значит снова сегодня вернемся к нашей картинке, будем каждый раз на нее смотреть, чтобы лучше запомнить. До сих пор мы с вами смотрели логическое направление, то есть картинка описывает возможные варианты реализации искусственного интеллекта на основе разных направлений. Мы с вами смотрели первый, такой наиболее, скажем так, больше всего ассоциирующийся с искусственным интеллектом исторически и по объему тех работ, которые в этом направлении производились. Это направление связанное с логикой, с формальной логикой отношения между сущностями, правила, если то, то есть их так в целом автор называют эти картинки символистами. Смысл в том, что вы описали некоторый набор отношений и дальше используете различные алгоритмы вывода логического, формально-логического вывода для того, чтобы получать, например, какие-то умозаключения. Ну мы рассматривали с вами ряд примеров, это и на примере Друз мы смотрели, как можно, например, генерировать новые связи, имея только какие-то отдельные узлы и связи между этими отдельными узлами, то есть находить итеративно некоторые маршруты. Также мы смотрели с вами в прологии, что когда описывается тоже отношение, движок логического вывода может, например, делать некоторые подстановки. То есть если вы что-то не знаете, вы можете спросить, дай мне, например, все города, которые находятся там в такой-то части света и используя там базу знаний о том, какие города в каких штатах США, какие штаты в каких странах и какие страны в каких частях света, можно, соответственно, задавать уже такие вопросы, например, какие города есть в каких частях света. То есть такие своего рода запросы к базам знаний, которые позволяют вам получать ответы иногда не на самые очевидные вопросы. Вот. Ну, в целом, это то, что касается базы знаний, да, также мы с вами посмотрели Apache Drus, систему, которая позволяет вам рассматривать уже некоторые правила, то есть некоторую логику, работать с большими базами знаний, которые накапливаются, то есть не статическое, как в прологии, а накапливаемое. Соответственно, алгоритм РТ, который позволяет с такими базами знаний работать. Вот. И сегодня по плану изначально было перейти уже к следующей теме. Вот. Ну, все-таки, наверное, еще одна тема остается в этой части. Это тема, связанная с семантическими сетями. То есть тоже очень сейчас популярное направление. Это описание знаний, формально-логических знаний в виде семантических сетей. В целом оно ничем не отличается от того, что, как мы это описывали в прологии, то есть в виде предикатов, отношений между ними. Вот. Но, тем не менее, сейчас существует ряд стандартов в описании таких баз знаний. То есть на прологии уже обычно не описывают. То есть есть принятые в мировом сообществе стандарты для описания таких баз знаний. Вот. Ну, и один такой стандарт мы посмотрим. Значит, это стандарт RDF. Значит, он изначально принимался комитетом по разработке стандартов для мировой паутины, да, для интернета. Вот. Но, тем не менее, он используется не только в интернете. То есть исторически он и там впервые появился, да. Но, тем не менее, те подходы, которые там выработаны, и тот набор софта, который был уже разработан под эти спецификации, достаточно неплохо, ну, неплохо показывает тот набор инструментов, которые есть у вас, как у разработчика системы искусственного интеллекта на базе формально-логического подхода. То есть мы с вами посмотрели до этого DROUS, тоже такая система, которая находит свое применение в коммерческих продуктах. Вот она немного так особнячком находится. В целом есть возможность также описывать вашу систему и в терминах RDF, потом подгружать DROUS, и DROUS выгружать в RDF. Вот. Но, тем не менее, мы сегодня посмотрим еще другой пакет, который целиком ориентирован на RDF и на все смежные стандарты, которые с ним связаны. Вот. Для того, чтобы строить системы логического вывода. То есть в целом тоже такие интеллектуальные системы. Ну, что из себя представляет такой стандарт? Ну, понятно, что он уже давным-давно был придуман. Может быть, не очень часто он обновляется. То есть почти семь лет назад последний раз принимали последнюю версию, но это говорит лишь о том, что в целом те возможности, которые у него были заложены, до сих пор актуальны. Этот формат описания базы знаний – это XML, на нем базируется в первую очередь. Но есть и другие варианты. То есть это некоторая модель описания знаний, которая находит свое применение, вернее, свое изложение в различных форматах. Это XML, JSON и свои собственные форматы. У каждого свои плюсы, свои минусы. И вот в целом это попытка, то есть за этим форматом стоят ряд крупных компаний, таких как HP, например, Хевлетт Паккард, который довольно много занимается корпоративными системами информационными. Смысл вообще этой модели, способ представления знаний – это формировать все знания в виде так называемых триплетов, состоящих из субъекта, предиката и объекта. Очень похоже на то, что было в прологе. И, по сути, если смотреть синтаксис всего, что связано с RDF, вы увидите очень много общего с тем, что было в прологе. То есть основная идея остается прежней. Вы описываете свои знания в виде набора предикатов. А конкретная предметная область уже описывается тем, как вы называете. Те или иные предикаты, те или иные субъекты, те или иные объекты. То есть выстраивая иерархию на основе таких вот триплетов, вы можете построить те же самые иерархии, что мы смотрели в прошлый раз с вами, на примере тех же городов, штатов, стран, частей света. Там родители детей, дедушек, бабушек. Или, как мы с вами смотрели, там про требования, что есть тоже субъект, есть действия в каждом требовании. Есть объект, на котором производят действия. То есть смысл RDF в том, чтобы описывать подобного рода системы, системы знаний, которые представляются по сути в виде некоторого ориентированного графа, для того, чтобы дальше использовать их в системах логического вывода. Вот. Ну, в целом, особенностью RDF формата по сравнению с тем же провогом является то, что над этим RDF семантикой строится целый набор некоторых подвидов RDF. Во-первых, есть в самом RDF, можно какие-то сущности создавать, но они достаточно простые. То есть это отдельные отношения, это различные контейнеры, в которые можно, например, контейнер, где у вас, ну, то есть отношения, состоящие из трех элементов, да. У каждого отношения есть еще наборы свойств. То есть есть различный набор идентификаторов, которые вы можете использовать, да. Есть разные структуры данных. То есть, например, один из многих, просто набор некоторых, да, некоторая помойка отношений, да, и некоторая последовательность отношений, что является первым, что является последним. Также есть списки и так далее. То есть сам по себе RDF, он достаточно простой, да, но над ним строятся уже более сложные структуры, которые используют эти базовые конструкции, которые могут, например, вводить уже такие понятия, как классы, как наследование. Можно строить антологии на отдельных, но мы тоже про это немного поговорим. Вот, и второй особенностью является то, что… То есть это такая некоторая матрешка, да, то есть вы на первом уровне у вас достаточно простой синтаксис, но с помощью этого синтаксиса можно построить более сложные схемы данных, там, с введением уже классов, отношений между классами, наследованием. Примерно то, что мы видели с вами в примере с требованиями, да, с анализом требований, где тоже была построена уже некоторая антология, как набор классов и сущностей, отношений между ними. Соответственно, второй особенностью является то, что это не просто какой-то закрытый формат, как было в Drules, например, да, это некоторая общая идея, которая может быть транслирована в целый набор форматов, то есть самый такой известный некой XML-овский формат, есть и JSON-овский, есть JSON-овский с, скажем так, с сокращением количества используемых символов, есть попытка, например, триплеты преобразовать в некоторые более крупные структуры, да, чтобы сэкономить... Так, кто-то что-то хотел спросить? Минимум не хотели, окей. Чтобы тоже попытаться сэкономить место, но, тем не менее, есть разные форматы данных, соответственно, вы тоже можете одну и ту же схему между разными форматами данных преобразовывать. Вот, и чем хороша еще стандартизация? Тем, что вы можете использовать целый ряд инструментов для того, чтобы с ним работать. То есть есть то, что общепринятый язык для работы с вот этими RDF-графами, описанными отдельными отношениями, называется ParkVel, мы сегодня тоже на него посмотрим, значит, который позволяет вам, ну, по сути, по аналоге с прологом, задавая некоторый набор известных-неизвестных величин в вашей базе знаний, получить ответы, то есть, по сути, сделать некоторые подстановки в неизвестные вам поля, да, то есть выбрать все столицы и все страны, находящиеся на континенте Африка. То есть примерно вот те же самые запросы, что мы с вами в прологе смотрели, только это такой более уже современный язык, SparkQL, похожий на язык SQL, который позволяет вам к базам знаний на базе RDF-графов, делать запросы. Вот, есть другие еще языки, которые тоже поддерживают стандарты. Соответственно, ну, то, как может выглядеть граф, мы с вами прошлый раз смотрели на примере пролога, то есть тут ничего особо нового нет, но это единственное, что как это может выглядеть, например, в XML, да, то есть объявляется просто схема, что это RDF определенного стандарта, определенной версии. Вот, и дальше просто описываются некоторые ресурсы, например, да, вот здесь, которым через специальные служебные теги задаются идентификаторы, да, и различные служебные. Ну, по сути, здесь вот приводится пример, как вот такой граф представить в виде некоторого XML-файла. То есть это, своего рода, такой стандарт. Как описывать? Без привязки к конкретным продуктам программным, да. То есть все программы и продукты, которые поддерживают такой стандарт, они могут, соответственно, обмениваться между собой базами знаний. Вот, то есть в корне таких граф является некоторый ресурс, и у него есть набор свойств. В принципе, вот и вся идеология описания. Ну, опять же, ресурс, да, отношение и объект отношения. Вот и вся магия RDF. И, соответственно, то, как это может быть представлено. То есть главным преимуществом такой стандартизации является то, что вы можете использовать различные приложения для того, чтобы работать с такими графами. Вот. И еще одно преимущество, да, стоит в том, что есть уже множество существующих баз знаний такого общего характера, включающих в себя там сотни миллионов уже таких записей, описывающих некоторые, не некоторые знания, да, которые накопило человечество. Отчасти, наверное, и объясняется популярность этого формата, да, то есть он изначально разрабатывался для описания метаинформации в интернете. То есть интернет тоже в своего рода некоторая база знаний, где у вас огромное количество связей, огромное количество страниц отдельных, да, которые между собой связаны ссылками. Есть регистры этих ссылок. Вот таким образом тоже своего рода некоторый граф, где можно переходить по этим связям. Вот поэтому RDF, он изначально разрабатывался именно для описания такой метаинформации в интернете для того, чтобы можно было автоматически ее обрабатывать, чтобы не человек там серфил, да, чтобы можно было роботов спускать, они убегали, собирали эту информацию, обобщали ее, вот. И, соответственно, на почве вот этого RDF, родились целый ряд проектов, где люди собирают, например, информацию, описывают ее, структурируют вот в этом RDF формате. Соответственно, вы можете всегда на этот сайт зайти. Ну, например, wikidata, да, это, по сути, описание Википедии в виде RDF графа. То есть можно всегда на этот сайт сходить и абсолютно бесплатно попытаться там какие-то сложные запросы понаписать, да, потренироваться на вот этой вот базе, где практически там уже 100 миллионов таких вот элементарных триплетов собрано по всем там возможным существующим в Википедии статьям. Вот. Ну, этот проект, он бесплатный, ну, то есть бесплатный для всех желающих. Значит, он основой является некоторой страницы, которая содержит информацию о определенном, определенной теме. Там, например, известная личность, там какая-нибудь часть света. Вот. И все страницы между собой связаны. То есть можно писать запросы и извлекать информацию из такого вот ресурса. Вот. Ну, как бы тут есть очень классная штука, называется Query Service. Соответственно, вы здесь прям можете на SparkQL писать запросы к этой базе знаний, да. Ну, вот. Самое простое, что можно сделать, это, не знаю, открыть примеры, да, и для примера что-нибудь взять. Например, кошечек. Вот. Примеры поиска информации по всем котам домашним, которые есть в этой базе, да. То есть можно ее запустить и получить список некоторых карточек по различным котам, которые внесены в Википедии, да. Ну, можно там какой-нибудь попробовать открыть, почитать, что это за кот. Вот какой-то кот, да, у него какой-то интернет-целебрити-кет. Какой-то, видимо, персонаж в интернете. То есть в этой карточке в структурированном виде лежит информация о таком коте. У него есть наборы полей. Там, например, на каких языках есть страницы. То есть даже на русском есть, да, про этого кота. Некоторое короткое описание, его псевдонимы. То есть это все некоторые отношения. То есть там Lil Bob, Language, да, English. Lil Bob, Language, Russian. Lil Bob, Language, Татарский. Да, Lil Bob, Language, Башкирский. И так далее. То же самое с Label, да. То есть это тип отношения. И, соответственно, к этому типу отношений есть вот набор таких триплетов, которые описывают этот радиовграф. Вот. Есть огромное количество дополнительных отношений. Например, отношения, что он является сущностью, housecat. Тоже некоторые отношения, да. Соответственно, любой желающий может добавить что-то нового, если он видит, что не хватает. Такая краудсорсинговая платформа, где все могут что-то добавлять. Привязано также отношение картинка. То есть с этой сущностью Lil Bob ассоциирована картинка. Тоже можно ее в запросе получить, посмотреть, да. Плюс еще есть ссылки, да. Где-то еще может. То есть прямо можно посмотреть, где она на Википедии лежит. Ну и так далее. Тут и пол кота, и когда он родился, и место и так далее. То есть про каждую сущность вот в таком структурированном виде, в виде RDF-графа, описывается огромное количество сущностей. Там 100 миллионов уже этих сущностей. В общем, так сказать, искать, не искать. Ну, можно тут куда угодно щелкать, там другого кота посмотреть. Самое главное, что всю эту информацию вы можете получать автоматически, да. То есть если вы строите какую-то систему искусственного интеллекта, вам не обязательно накапливать знаний. То есть они, по сути, уже есть. Вы берете вот такую вот базу, например, Викидата. Это не единственная база, доступная для любого желающего. И начинаете, написав вот такие запросы, вы пытаетесь получить какую-то нужную вам информацию. То есть попытаться проследить какие-то связи, выбрать котиков, которые вам нужны. То есть в целом для построения большинства вот таких систем искусственного интеллекта общего характера, да, где вам, например, какой-нибудь чат-бот нужно делать, вам не нужно уже никакие базы знаний составлять. Они, в принципе, уже есть, они лежат в открытом доступе. Самое главное – уметь с ними работать. То есть, например, знать, что такое RDF-формат, разбираться в языке SparkQL, как написать запросы. И после этого вы можете уже использовать фреймворки для того, чтобы сделать запросы к этим базам и извлекать из них информацию. Вам не нужно заморачиваться над тем, как эту базу наполнять, вам не нужно заморачиваться над тем, как, где хранить эту базу. То есть вы можете прям по API залезть на Викидата и получить ответ на ваш вопрос. Вот, поэтому в этом плане, конечно, вот RDF, он достаточно интересен. Там, если сравнивать его с DROOS, да, который вещь в себе, то есть ту базу, которую вы составили, с ней вы будете работать. То в RDF есть возможность, например, еще и воспользоваться теми базами знаний, которые существуют в интернете. Это то, что касается RDF и SparkQL. Что еще интересного в этом? То, что над RDF часто строятся более сложные конструкции, например, такие, как Web Anthology Language, который тоже, по сути, является разработкой того же самого комитета, тоже E3C-OVL, который позволяет вам моделировать более сложные отношения, чем просто субъект отношения объекта. Они позволяют уже строить, например, некоторые классы. То есть некоторые своего рода объектно-ориентированные иерархии. Примерно то же самое мы видели в DROOS, где использовались для объектно-ориентированных иерархий, использовались обычные Java-классы. И вы могли, например, когда вы составляли шаблоны в ваших правилах, вы могли использовать некоторый базовый класс для того, чтобы выбрать все сущности, в том числе производные, сущности классов производных от базового, что позволяло вам тоже, например, вводить некоторые абстракции в ваши системы, в ваши базы знаний. То есть, например, описывать некоторые части объектов как некоторые абстракции. Соответственно, эти абстракции могли бы, например, разделяться между разными типами объектов. То есть, например, и у машины, и у дома у него может быть какой-то цвет краски. Соответственно, цвет или материал, это мог быть какая-то общая сущность, общий подкласс, от которого бы наследовались разные сущности. Например, и машина, и велосипед. Это оба являются транспортным средством, но при этом автомобиль это транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания, а велосипед это транспортное средство, которое движется за счет мускульные силы. Соответственно, есть всегда общая, есть всегда разная. Поэтому простыми триплетами это описывать довольно сложно, потому что у вас может быть много разных транспортных средств, там и поезд, и автомобиль, и велосипед, и самолет. И каждый раз описывать все свойства транспортного средства общие через отдельные отношения для каждой сущности, это достаточно муторное занятие и бесполезно. Поэтому средства объектно-ориентированного программирования позволяют вам выделять общие части в объектах, создавать базовый класс и, соответственно, следоваться от базового класса все его свойства, все его отношения. Вот для этого, конечно, чистый RDF достаточно громоздкий, поэтому есть еще надстройки над RDF, в частности, OVL, которые позволяют вам строить настоящие антологии, где есть классы от общего к частному, которые позволяют вам описывать еще более сложные базы знаний. Здесь, если почитать, тут много всяких разных вариантов, вникать мы в них не будем, просто вспомним, что мы в прошлый раз смотрели, где пример просто антологии, что есть некоторый корневой класс, от него наследуются классы более частные, в частности, там требования, действующее лицо, действия, объект, от которых дальше уже наследуются следующие сущности. Соответственно, на каждом уровне вы можете подцепить какие-то дополнительные свойства, как, например, делалось здесь, что у эктора были определенные свойства, которые... Сейчас где-то тут они описывались. Ну, то есть тут где-то перечислялись эти свойства, целый набор свойств, который, например, назначался эктором, и все, кто наследовался, например, менеджер, как вид эктора, наследовал все сущности от... эктора, да, по работе именно с точки зрения требований. При этом у менеджера могли быть какие-то свои свои свойства. Например, там у нас был старший менеджер, младший менеджер, просто менеджер. Соответственно, тоже какие-то свои индивидуальные черты, которые присущи только менеджеру. То есть эктор может быть не только менеджер, это может быть, например, клиент, не только менеджер. Таким образом, у вас строится такая иерархия классов, где вы можете на более верхнем уровне сделать такой некоторый слой. То есть у вас система раскладывается на слои, и за счет слоев она позволяет вам существенно сократить сложность вашей базы знаний, именно описав, двигаясь от общего к частному. Соответственно, вот этот язык WebOVL, он позволяет вам на базе RDF описывать такие вот антологии. И, соответственно, потом строить, использовать различные движки логического для того, чтобы с этими антологиями работать. То есть, например, получить все сущности какого-то класса верхнего порядка. То, чего в RDF, например, нет, вы здесь можете напрямую сказать, дай мне всех экторов, например. То есть в WebOVL антологии вы описываете, что менеджер – это потомок эктора, то есть он наследует от него все свойства. Поэтому, когда вы просите, дай мне всех экторов, всех действующих лиц, вы в том числе получите всех менеджеров. То есть таким образом вы, получается, можете раскладывать не только вашу базу знаний, но и те запросы, которые вы выполняете, тоже по таким вот на разных уровнях абстракции с ними работать. То есть это то, что касается стандартов. Там, опять же, довольно много дополнительных еще стандартов. В том числе есть стандарты описания правил, то есть логики. То, что вот в DROUS были, если то. Тоже есть RIF, некоторый стандарт, который позволяет вам описывать нотацию того, как вы будете задавать правила. И все эти стандарты хороши, опять-таки, тем, что, во-первых, есть большое количество баз знаний готовых, которые вы можете скачать, либо к которым вы можете по API обратиться, либо по подписке к ним обращаться, которые уже содержат огромный-огромный объем знаний. Как вот на Wikidati, да, это уже больше ста миллионов карточек, где в каждой карточке там еще десятки и сотни отдельных триплетов, описывающих эту вот сущность. Вот, то есть это те преимущества, которые дают вам использование некоторых стандартных форматов описания баз знаний, в том числе описания правил, да, с помощью RIF-формата, потому что он тоже ориентирован на работу с RDF. Соответственно, очень кратко про движок, ну, вообще, на самом деле, фреймворков много по работе с RDF, да, ну, такой наиболее, на мой взгляд, наиболее такой живой – это Gena фреймворк, тоже поддерживается компанией HP, Violet Packard. Вот, но сейчас уже он передан, опять-таки, в open source, то есть любой может скачать, запустить, использовать. Вот, и что самое главное, он очень активно развивается, несмотря на то, что ему уже больше, там, 20 лет, ну, может, там, 15 лет, да, он, тем не менее, до сих пор еще живой, чего нельзя сказать о многих других. То есть так же, как и Druze, он тоже активно развивается. Может быть, даже активней, чем Druze, он развивается, в первую очередь, потому что он ориентирован на семантические сети, да, на семантический веб, то есть анализ информации в интернете. А Druze больше ориентирован именно на такие экспертные системы, более закрытые, со своими собственными базами знаний. То есть это больше ориентирован на базы знаний интернатские, то есть поддержку RDF-формата, поддержку антологии в виде OVL и поддержку правил. Вот, то есть он в себя включает как возможность описания, ну, вернее, работы с RDF-форматом, то есть загрузить базу знаний из RDF-формата, выгрузить его в RDF-формат, причем поддерживает целый набор разных видов RDF-форматов, в том числе, что очень интересно, он поддерживает хранение RDF-графов в различных реляционных базах данных, да, то есть вы можете взять какой-нибудь Postgres и хранить вашу базу знаний в Postgres. Соответственно, Джена умеет туда сохранить, оттуда считать. Вот, кроме того, можно всегда их из файликов подгружать, то есть, например, скачать с Wikidata некоторый подраздел в виде RDF, XML, да, и загрузить ее в вашу базу знаний, запускать ее автономно, без обращения к Wikidata. Вот, ну, то же самое там, JSON и так далее. Что еще тут интересного, да, по патче Джена, значит, ну, архитектурно, да, и самое главное, что она поддерживает целый набор RPI, то есть вы можете писать запросы к вашей базе знаний, как на RDF, как в виде RDF графов проверять, есть такой граф, нет такого графа, да, в виде отношений, на уровне антологии, то есть работать уже с классами и с сущностями, да, с некоторыми иерархиями классов, и SparkQL, тоже так в стиле пролога задавать вопросы к вашей базе знаний. Включает в себя вот наборы парсеров и врайтеров, то есть прочитать из XML, да, записать в XML, то есть для взаимосвязи с другими системами, с готовыми базами знаний, в том числе общедоступными, там, теми, которые по подписке вы можете получить. Так же, как и Drules, имеет некоторый модуль, который позволяет вам создавать, ну, вашу базу знаний, которую вы здесь загрузили, представлять в виде веб-сервиса, куда вы можете по обычному HTTP протоколу залазить и по тем же самым API формировать ваши запросы. Вот, кроме того, он так же, как и Drules, содержит в себе гораздо больший набор движков логического вывода. Это как обычные, как в прологе, запросы, как SparkQL, например, так и движки вывода, логического вывода, в том числе алгоритм РИТ тоже в GEN реализован. То есть вы можете строить вашу систему интеллектуальную на базе того же самого алгоритма РИТ, который присутствует и в Drules. Ну, и также есть целый набор вариантов, как можно хранить вашу базу знаний. То есть это, ну, самое быстрое, это в памяти, так же, как в Drules, да, можно базу данных выгружать, можно сохранять в виде некоторых стандартных форматов. В том числе можно написать свой собственный адаптер, который позволит вам базу знаний хранить там, где вам это будет удобнее. Вот, очень кратко про, ну, как это вообще может выглядеть, да, ну, понятно, что такие триплеты используются. Все достаточно просто, как в любом Java фреймворке, да, есть некоторая фабрика, позволяющая вам создать модель. В эту модель можно, в ней можно создавать триплеты, как некоторые ресурсы, к ресурсам прицеплять свойства, да, то есть, по сути, вот ваш субъект, да, create ресурс. Ресурс-субъект и добавление свойств – это, по сути, создание вот такого графа. То есть, тип связи, да, тип отношения и название объекта, тоже, как некоторая строка. Соответственно, есть некоторые модели схем, самые простые – это, ну, тут V-карт, это стандартная в поставку входит, то есть, некоторое описание персоны, да, то есть, там, полное имя и разложение, ну, и так далее, там, дата рождения и так далее, то есть, некоторые карточки. Соответственно, есть то же самое по OVL, некоторый класс, который позволяет вам описывать с помощью констант типа отношений. Это, своего рода, такие модели данных ваших баз знаний. Есть возможность, соответственно, получать из базы знаний некоторые запросы, например, все получить отношения, которые есть в базе, и просто через итератор их перебрать, соответственно, так, как нужно вам их обработать. То есть, можно все это записать, файл, да, вывести, настроив нужный вам формат, можно прочитать базу знаний из файла с разными-разными настройками. Есть отдельные элементы по навигации, но они, большинство, сводятся к тому, что просто сплошной перебор. Вот, поэтому на таком уровне тут, скорее, речь идет о том, чтобы, как загрузить и как выгрузить, да, и как, может быть, перебрать. Вот, есть еще много интересных возможностей, например, такие, как мержи. То есть, у вас есть два, две базы знаний, и вам нужно их смержить. Соответственно, тоже есть определенные правила, определенные операции, как можно это сделать. Так, давайте сейчас перерыв сделаем. У нас сейчас становится запись за ограничений. И потом продолжим. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok